Апокалипсис Когда ты глубоко исследуешь Каким результатом Выводом ты можешь прийти Вы уже может быть кто давно меня смотрит Видели это видео Апокалипсис события 7 лет То есть такая карта На значке видно как она еще очень скромная была Я только начал все это набросал Ну решил все таки поделиться записать После этого видео я планирую Записать вот такое Уже новое обновленное видео Карта схемы апокалипсиса Как вы можете заметить Оно отличается от Видео месячной давности То есть тут уже полностью Карту я доработал Она полностью охватывает всю книгу откровения Со всеми основными Видениями, образами Мыслями какие до нас Через нее доходит Но прежде чем Записать это вот видео Уже с более подробным описанием И полноценным всех событий Книги откровения в виде вот такой схемы Карты Я решил записать сегодняшнее видео Неспроста Очень важен всегда контекст И поэтому я вынужден сказать Не знаю, насколько длинное предисловие Я изменил свое мнение Начнем с того, что Почему я еще этот ролик пишу Именно между роликом Месячной давности апокалипсиса События 7 дней И роликом, который буду писать Следом за этим Карта схемы апокалипсиса Кто давно меня смотрит Знает, что я Утверждал долгое время Что книгу апокалипсис Откровения Иоанна Надо читать Последовательно Когда И И Уже к этому ролику Который я сейчас записываю Буду записывать Завтра о карте схемы апокалипсиса Я изменил свое мнение И Теперь буду утверждать Что книгу откровения Надо читать Последовательно Сегодня мы разберем Я поделюсь своими мыслями Вы увидите мое исследование Почему я изменил свое мнение Как я к этому пришел Что поспособствовало И Настолько страшна ли была эта ошибка Я не буду удалять и старые ролики Чуть позже Объясню все почему Но хочу начать Все-таки с предисловия Я говорю С Погружения во весь контекст Расскажу кратко о себе Что 13 лет назад Я Господь мне открылся Я Изменил свою жизнь Покаялся Последовал за Христом Когда он мне открылся Через Евангелие в том числе И Несколько там Более Пяти лет Я был Так скажем В познании себя Истины Библии И к 33 годам Где-то через Ну в 27 я уверовал Где-то Через 6 лет Я стал проповедовать Да Уже так открыто В интернете Ну я и все это время Конечно общался с людьми Что-то там проповедовал Вот Но все-таки В интернет я выхожу Где-то вот Мне там 33 было Я стал В публичном доступе Тут уже 7 лет В принципе Как я нахожусь На просторах Интернета На просторах Ютуба Да И стал записывать свои ролики Где-то через Получается 2-3 года Да Я записываю Новый Завет Чтение с моими Комментариями Естественно Новый Завет Заканчивается Книга Откровения Потом я еще записал И все книги Ветхого Завета Вы их все можете найти В моем прочтении В моем исполнении С моими комментариями На канале Христолюб Веган Чтение Библии Библии и Иные Писания Этот канал Называется Христолюб Проповедю Пищу в пустыне Вегана В котором вы смотрите Данное видео И конечно же Когда время подошло После По-моему Это был Полугодовалый труд Тогда для меня Это записи Всего Нового Завета Четырех Евангелий Книг Деяний Апостолов И всех посланий Апостольских Заканчиваются Они Я надеюсь Всем известно Книги Откровения Иоанна Некоторые называют Иоанна Богослова Для этого Правда Нет никаких Оснований Откровения Иоанна Или Апокалипсис В народе Ее так называют Подошло И мое время И Когда оно подошло Я был к нему Не готов По той простой причине Что Естественно Когда я познавал Себя И искал ответы На все вопросы Об истине О любви О Христе О себе самом Кто я Что я Куда я иду И зачем И как мне быть То конечно же Вопрос последних времен Интересовал меня Меньше всего Потому что В принципе Последнее время Для каждого из нас Может быть Сегодня вечером Или завтра утром Ты можешь сегодня Не заснуть Или завтра не проснуться И вопрос Вот этого Всеобщего Апокалипсиса Меня не интересовал Потому что Тем более Потому что Внешне В мире Ничего такого Не происходило Что могло свидетельствовать Что вот Грядут последние времена И плюс Кто знает Как раз В это время Я практиковал Уже около Трех лет Активно Искренне Православную Традицию Православную конфессию Православную секту Как теперь я ее называю И там Кто знает Может быть Под запретом Чтение книги Откровений Толкования Размышления Хотя Сама книга Начинает со слов Что блажен Кто Все это слышит Читает Уразумевает И Исполняет То что в ней написано Православная секта На то она и секта На то она И учение дьявола Что она Отвергла Можно сказать Эту книгу И я в это И не погружался Но когда пришло Время записать Естественно Я стал записывать И сам я поэтому Тоже ее глубоко Не изучал В отличие от того Уже Как я знал Евангелие Как я жил уже По христианской жизнью Конечно же Евангелие для меня Уже можно сказать Была открыта книга Я со спокойным Сердцем Я все делал На своих сайтах Со своими текстами Кто знает Все перенес туда Все снабжал Иллюстрациями Диалоговыми речами Все там разделял Цветом Шрифтом разным И так далее Этими всем делами Занимался Все мои проповеди Все мои записи Показывал С параллельными местами Обязательно Со всеми И из четвероевангелия И дополнял И апостолами И Ветхого Завета И какие-то места Параллельные И конечно Для меня это было Не сложно Я много знал Много понимал Жил христианской жизнью Как говорится Не один год Не на Рассвете своего неофитства Я все это делал Конечно Как я вам сказал Прошло уже в принципе Можно сказать Около 10 лет Моей христианской жизни И сам я не мальчик И жизненный опыт И все дела То книга откровений Конечно для меня Была таким Последним Можно сказать Испытанием Вот такого рода Я сам даже переживал Я естественно Тогда я много молился И в частности Молился Чтобы Господь Мне вел Как и делал до этого И стал мне открывать Книгу откровений Чтобы я что-нибудь понял Толкования на нее Практически нет И в то время Я уже Много чего перестал читать Хотя до этого Я много изучал Предания церкви Так называемого В виде всех Святых отцов Несвятых Там и протестантских Любых Пасторов Там учителей Так называемых Вот Но тогда меня уже Много что отталкивало И естественно Я просил Бога Чтобы он мне открыл И конечно же Для того первичного чтения Которое я сделал Три года назад Получается Или там Можно посмотреть по датам Когда я там ее записываю Я уже немножко могу путаться Ну три-четыре года назад Наверное Да это Даже больше Нет Больше уже Я могу немножко в датах Уже путаться Столько времени Уже все проходит Да Вот По роликам По датам Там можно все увидеть Я вам приблизительно Просто хронологию Выстраиваю И конечно же То прочтение мной Которое было Четыре года назад Я говорю первое Что это было первое прочтение Более того Действительно Это было кардинально Отличалось от Евангелия Которым я жил Который я изучал И жил уже на протяжении Десяти лет Это конечно Разные вещи Да И книгу Откровения Которую я Я конечно же Как и всю Библию Я ее всегда Прочитывал Прослушивал Потому что я Кругами читал Новый Завет Ну не знаю Раз десять точную Библию наверное Целиком читал Да Глубоко естественно Погружаясь Вот Ну Новый Завет Я делал чаще Книга Откровения Естественно Она заканчивалась И всегда Я в любом случае Или там прослушал В аудио формате Или прочитывал Ну все это делал Так скажем Чисто формально Для галочки Да Вот И конечно же Даже то что мне тогда Господь стал открывать Что я зачитал С комментариями Я считаю до сих пор Труд не бесполезным Сейчас я понимаю Там есть некоторые ошибки Недопонимания Тоже Не все мне было естественно Открыто за первый раз Вот Но человек не сразу Возрастает В познании Во всем Да И поэтому Конечно же Даже те чтения Кто тоже Пойдет таким же путем Как и я Который еще Как слепой котенок Щупает эту книгу И берет И там что-то Пытается разглядеть И ему и то Мое первое прочтение Очень много даст И очень много откроет Да Я собираюсь записывать Вторичное чтение Книги Откровения Но Не знаю даже Когда это будет Будет намного позже Потому что Я планирую Сделать такой ход Вы знаете Вы можете помнить Я очень люблю Вот эту картину Иванова Русского художника Правда Жившего по-моему За границей Вот он Эту картину Явление Христа Народу Называет Или Богоявлением Он ее писал 25 лет Насколько я помню При этом У него там Сотни эскизов Каждого человека Он рисовал отдельно На каждом Бумажечке Там По так И так И так Как видите Даже здесь Сколько Всяких Разных Людей Да Вот Вот он 25 лет Я рисовал Картины Я решил Книге Откровения Подойти С таким же Методом И сейчас На канале Христолюб В проповеди У пищевых Пустыни Вегана Уже Меск Уже Можно сказать Полгода Я Выпускаю Много Видео По откровению И дальше Пока буду Продолжать И буду Разбирать Основные Какие-то Моменты Такие Да То есть Как будто Мы будем По отдельности Что-то Рассматривать Там Да Разные Эпизоды Кто такой Дракон Кто такой Блудница Под именем Вавилон Кто такой Лжепророк Этот Зверь С Ягнячьими Рогами Кто Такой Младенец Кто такая Дева Вы помните Которая Перед которой Стал дракон Видение Этой Девы Кто такой Ее младенец Кто такие Две маслины Два пророка Что такое Тайна Божья Совершилась Что такое Семь светильников Что такое Что там У нас еще Да много чего То есть Мы будем С вами Кусочками Брать Разбирать И то Конечно же Я буду Так Глобально Вот как Я вам Карту Составил Это был Огромный Труд Я Два Месяца Им Занимался Погружался Естественно Я Много Для чего Что мне Господь За это Время Открыл Я С радостью С вами Всеми Этими Знаниями Своими Откровениями Буду Делиться Вот Наступят Они 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 Не За Горами Мы С Вами Все Будем Видеть Все Понимать И Прям Все Будет Сбываться На Наших Глазах Вот Такой У меня План Но Сегодня Вот Это Такая История Предистория Да Как Я Понимал И Естественно Как Любая Книга Сама Библия Вы знаете Собрана Абсолютно Последовательно Да То есть Это Книга Которая Начинаем Последовательно Начиная С первой Главы С первых Стихов Первой Главы Первой Книги Под названием Бытие О том Как Бог Сотворил Небо Землю И Заканчиваем С вами Последними Стихами Последней Главы Последней Книги Откровения Которые Заканчиваются Вот Творю Все Новое И Творит Господь Новую Землю И Новое Небо Однозначно Библию Нельзя читать Задом Наперед Шеворот Навыворот Как Я Всем Говорю Да Естественно Читается Последовательно Возьмите Любую Книгу Так Называем Исторически Да В корпусе Собрания Книг Библейским Там Есть Разные Книги Но Те же Притчи Можно Почитать Естественно И без Хронологии Даже Псалмы Не имеют Никакой Хронологии Кто знает Они собирались Из разных Книг И не имеют Под собой Ты там Хоть Упрись Можно Конечно Постараться Что-то Увидеть Но Ты Не Увидишь Там Никакой Зависимости Последовательности Псалмов Там Вот То есть Книги Есть Они Так называем Учительские В основном Но В основном Все Исторические Книги Естественно Одна минута Следует За другое То же самое Естественно В исторических Книгах События Описаны Одно Идущее За другим Но В любом Случай При Последовательном Чтении И течении Жизни Нашей С вами То действительно Мир настолько Разнообразен Что в одну Секунду В одно Мгновение Можно так Выражаться В мире Происходят Миллиарды Событий Да Даже В нашей Жизни В нашей Жизни Вот Когда со мной Что-то Здесь Дома Сейчас Происходит Вот Я записываю Проковедь А то же самое Что касается Меня На моей Работе Может что-то Случаться Ведь это Меня Касается Я Когда Захочу Описать Все события Со мной В одну Секунду Произошедшие Да Все равно Вынужден Буду Описать Их Последовательно Хотя События Происходят Одновременно Да Или я Грубо говоря Говорю Да Вот я Сижу Дома Что-то Делаю А в то же Время Мой Мой Друг Там Погиб Да В это же Самое Время Я Описываю События Последовательно Потому что Бумагу Так мы Пишем Слева Направо Книги Ну Русскоговорящее Население Есть Страны Где Справа Налево Пишут Ну Соответственно Для них Это просто Правильно Является В интернете Мы все Читаем Сверху Вниз Это Вообще Все Страны Я Не знаю Есть ли Страны Которые Снизу Вверх Что-то Там Листают Вот И Поэтому Здесь Я тоже Как сказать Не отрекаюсь От этого Действительно Мы живем Просто По течению Времени По продолжительности У нас Одна минута Следует За другой Одна секунда Следует За предыдущие Следующие Так же Проходят Часы Так же Дни И так далее Евангелие Мы с вами Читаем Слева Направо Сверху Вниз Я буду Об этом Всегда Говорить Это понятно Сначала Иисус Родился Возрастал Вышел На проповедь Определенные Вещи В ней Творил В оконцовке Его Арестовали Ни за что Неправедно Осудили Убили Перед этим Бичевали Потом Распяли Положили В погребальную Пещеру Он воскрес Являлся Своим Ученикам Потом Вознесся Дальше Ученики Стали жить По-христиански И нести Это Евангелие По всему лицу земли Мы никуда не денем Эту последовательность Но действительно В самом Евангелии Есть параллельные места Конечно Вспомните Как Иисус Рассказывает Своим ученикам И народу О Царстве Небесном Иисус С полдюжины Приводит Примеры В притчах Символьных Как можно понять Что такое Царство Небесное И говорит Царство подобное Подобно тому-то 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 Причем Образы очень разные Порой от Людских Каких-то Вариантов Через животных Через растения Через природу Бог по-разному Дает нам Определение И показывает Что такое Царство Небесное Все это одно и то же Царство Иисус последовательно Рассказывает Причем На самом деле От перемен Этих Прич Иисус Рассказывал В одном Порядке Если мы Захотим Вникать В какие-то Причи Нам не обязательно Соблюдать Эту последовательность Мы действительно Даже наоборот Можем почитать Не важно Как они Расположены В Евангелии Но мы можем Их почитать В любом Порядке Нагорную проповедь Иисуса Кто знает В принципе Можно разбирать На разные кусочки И действительно Главное Соблюдать Что в ней написано А в каком Порядке Соблюдаешь Вникаешь В них Это не суть Важно Ты можешь И так Поразмыслить И так И взять Наоборот В каких-то Последних фразах И мыслях Иисуса Сконцентрировать Своего внимания Или наоборот Вначале Тем более Писали все это Люди До нас Дошло Все-таки Они писали Тоже по памяти Мы видим Что в разных Евангелиях Порой поменены Разные вещи Местами И мы можем Понять Где важность А где неважность Этих событий Я говорю Живой пример Мне очень нравится На притчах Иисуса То есть Последовательно Кто помнит Возьмите Тоже самое 13 главу Евангелия От Матфея Иисус рассказывает Что такое Царство Небесное И с полдюжины Приводят Примеров Приточных Примеров Что это такое Причем Очень разных Казалось бы С разных сторон Нам открывающих Что это такое Книга Откровения Конечно же Она последовательна Она рассказывает О событиях Которые Будут идти Ити И закончатся А не чем Вторым пришествием Иисуса Христа Тысячелетним царством А потом Еще нам даже Немножко Приоткрыта Шторка Занавес О том Что будет Даже после этого Что все-таки Будет Великий суд После всеобщего Воскресения Будет великое разделение И потом Новая земля Новое небо Для праведников А для грешников Гиена огненная То есть нам Все это известно Все это последовательно Понятно События описаны Но при этом В книге Откровения Действительно У нас есть Такие так называемые Семи события Семечисленные события Они так и называются Семь печати Семь труб Семь чаш Семь видений Семь светильников И вот несмотря на то Что я долгое время Я видел Что и мне так Казалось Потому что я читал Покружался И видел Что это все-таки Последовательные Хотя у меня были Я знал про параллельное чтение Но на тот момент Я Многие места Меня смущали И говорили В аргументах Эти аргументы Были в сторону Того что все-таки Это Что невозможно Последовать Ибо там Они не состыкуются То вот Когда я Стал Сейчас я вам открою Вот это Когда я стал Конечно же Сейчас глубоко В откровении Погружаться Почему я вообще стал делать Об этом Я уже конечно Кто меня смотрит Последнее хотя бы время Сами события Того что сейчас происходит Вот это Рашистская агрессия Против Украины Не тонкие намеки На третью мировую войну Вот плюс Кто знает Благодаря этому погружению Господь мне ясно Показал Да что мы Что его пришествие Будет в начале Третьего тысячелетия От Рождества Христова Или в седьмое тысячелетие От времен Сотворения Первого человека Это раз Второе то что Мне Господь Открыл Четко Да я уже Этими знаниями С вами делюсь Что это Семилетий Книга Откровения Семилетний период То есть Достаточно Небольшой Да Через это я Просто стал Естественно Погружаться И естественно Я всегда говорил Что И на том разделе В разделе на этом канале На котором вы смотрите данное видео Которая называется Апокалипс Откровения Последние времена Я ко всем своим плейлистам Добавляю Плейлистам На этом канале Обязательно Добавляю плейлисты С канала Христолюб Веган Чтение Библииных Писаний Это Павло Послание К фессалоникийцам Это Книга Даниила И это Книга Откровения Естественно И безусловно Обязательно Все это параллельно Мы с Евангелием Изучаем Потому что Есть апокалиптическая Речь Иисуса Во всех Трех Синаптических Евангелиях А в некоторых Есть еще и в разных Других местах Иисус И притчи рассказывал И речами есть У Луки 17 глава Где там тоже есть Подробности Немаловажные Прямо в последнее время Конечно же Когда я стал Все это вот собирать Когда я видите Задался такой целью Создать такую Иллюстрированную карту По которой было Все понятно На которую можно было бы Сверху смотреть Созерцать И видеть Книгу Откровения Потому что Зрительной памяти Я всем рассказываю По крайней мере Ну вообще это конечно Научный факт Доказанный Но может у кого-то Не так Но я по себе сужу Да Зрительная память Это во-первых Вообще Вообще зрение Это 90% Или 95% Говорят Потребляемые Наши информации Несмотря на то Что у нас есть уши Руки тактильные Нос есть Язык То есть вкусовые Мы мир Воспринимаем Через вкус Через запах Через слух Через тактильное Соприкосновение Но 90-95% Говорят Что все-таки Информации В мозг В человека В его дух В его нос Поступает Именно через глаза Через зрение И у меня Очень хорошо Развин Вот какая-то Такая Я все рассказывал Что я В любое место Прихожу Я занимался Занимаюсь Занимался строительством И Так скажем Профессионально И для себя Всю жизнь Что-то горожу Я всегда Я всегда Вижу Вот эти 3D Всякие вещи Я пусть сам Не художник Но в голове У меня Конечно Всегда возникают Какие-то образы Мысли Когда я что-то читаю Не без этого Я понимаю Что вот так Я вам просто Постарался Показать То что у меня В голове Пользуюсь я Фотошопом Насколько умею И вот Как умею Ну я учусь Если что-то Не умею Стараюсь Чтобы Осуществить Свои Как скажем Цели Показать И вот Вот то что есть То что получилось И по поводу Конечно Цель сегодняшнего ролика Я говорю Во-первых Просто поделиться с вами Показать свой путь Я не стесняюсь Не скрываю Что тоже я Тоже учусь Конечно По Евангелию По истине Кто знает У меня нет вопросов По поводу книги То же самое Откровение Ничего у меня не поменялось В плане Истины И что мы вообще Из нее должны извлекать В семи святильниках Там все краткое Евангелие Люби Врагой И даже До смерти Смерти мученической Это даже есть В откровении Что Иисус есть Бог И первое и последнее Там тоже об этом есть Ну и все Все события Которые крупные Описаны Второе пришествие Они и так у нас есть Что будет там Суд Великое разделение Они у нас и в Евангелии То есть мы и так знаем Вот эти все Так скажем Плотские подробности Что будет Просто с миром С человечеством С землей Происходить в эти времена В принципе Христианин Может и без них пережить Потому что Главное что Как Павел сказал Если я любви не имею Я ничто Об этом я буду говорить Всегда Вы знаете Говорил Говорю И буду говорить Во всех своих видео Это самое важное Вот Но действительно Вы знаете Помимо любви У нас еще есть Такие радости Как мир Души И вот знания Правильные знания Мудрость Они нам этот мир В том числе Дают ему полноту Когда ты не знаешь Что за углом Тебе страшно Когда ты знаешь Что там нет ничего плохого У тебя нет страха Вот такие вот знания Они дают тебе Просто мир на душе Это поэтому Это очень как бы Интересный И нужно Необходимо Человеку Просто такие знания иметь Для блага Его же самого Потому что полноты Счастья невозможны Где есть страх А где страх Там нет любви А Бог есть любовь Значит там нет Бога Там нет мира Вот так вот И поэтому Просто на своем примере Сегодня я вам покажу Как я действительно Способен спокойно Через себя переступить Хотя вот я же тут И в роликах говорил Что нет Надо последовательно читать Вот Я спокойно переступил Потому что Когда я стал собирать все Я погрузился В течение двух месяцев Во все В Евангелие В апостолов В Даниила Очень важно Потому что Пророк Даниил Это все о последних временах Конечно мы что-то можем Из других пророков Из Ветхого Завета Много есть чего Можно символьно взять Но там мы берем Очень часто символьно Там рассказано Либо о Перм Пришествии Христа Либо о втором Но мы уже в проекции Накладываем О всех там Что будет С Содомом С Гамором О том что там будет С Египтом О том что там будет С Вавилоном Так называемые Там в образах Порой Все это было уже В первое Пришествие с Христа Вавилонская импера Уже была разрушена Мы конечно можем Символ накладывать На тот Вавилон Который На ту блудницу Которая Описана будет Во втором В книге Откровения Но очень важно Понять Что все это было Прежде всего сказано О первом Вавилоне Но книга Даниила Нам прямо Рассказывает О последних временах Поэтому конечно же Кто погружается В Откровение Вы должны Погрузиться В саму книгу Откровения В Даниила В Евангелие У апостолов Как раз Совсем немного Об этом Совсем немного А вот Я имею ввиду Совсем немного Особенно В таких плотских вещах Плотских я имею ввиду Материальных Ну когда мы Видим какие-то события Там вот эти болячки Войны И все вот это вот Прочее У Павла Есть и воскресенье Это да Да Они в общем говорят Что там суд начнется С Дома Божьего Все эти какие-то крупицы Мы конечно же имеем Но вот именно О самих событиях Кто хочет разобраться Конечно же Это Евангелие Слова Иисуса До него Это пророк Даниил А после него Это книга Откровения Вот эти три вещи И все у вас там должно Состыковаться Это невероятный труд Это Это Невероятно должно быть Погружение Вы знаете Я к чему Сегодняшнее это видео Еще хочу Показать Тоже очень важно Вы знаете Я всегда вопрошаю к Богу О таких вещах Как Господи Ну вот я хорошо Я Ты меня посетил В 27 лет Я все оставил Пошел за тобой Все абсолютно И духовное Так скажем Все Как он сказал Очисти полностью Кувшин свой И плотское оставило И в смысле Там Такие По материальному Кто знает Я ушел с одним рюкзаком С одной Библией В руках Вот И все свои желания Я оставил Какие-то там Семьи Развлечения Девочки Все это Я оставил Целиком И пошел за Христом Да Вот Кто знает Я говорю Как я Библию изучал Вообще Вся моя жизнь По сути Это вот Познание истины Жизнь по этой истине И пропуть этой истины Да И в этом плане Я сам конечно достиг И других стараюсь Подтянуть к этому Других открыть Но одно дело Познание истины Которое в любви Свободе В вечной жизни А другое дело Вот И тонуть Сколько надо Вот именно Время Желание Отречения От всего А другое дело Вот Вещи Которые Казалось бы Очень важно Очень интересно Знать Они успокаивают Нашу душу Дают мир И покой И радость Вот Но есть у людей Столько времени Способны ли Они на это Вот Сейчас я Эту карту Два месяца делал Полностью Погружаясь В этот вопрос Можно сказать Ну как я говорю 24 на 7 Ну понятно Я сплю Ем Какие-то дела Есть Вот Ну все Своё время Я посвящаю Этому Всю жизнь И сейчас И думаю Как же вот Люди Это я смог Так погрузиться И найти Все мне стало Открыто И И все ошибки Поправлены Я думаю Как же Вот Ну вот Хорошо А кто-то Вот так Как я Не смог Так глубоко Погрузиться И вот Был там Как всегда Думал Что Надо параллельно Читать А кто-то Что Последовать Ну хорошо Кто-то Из них Двое Конечно Ему просто повезло И он Просто пальцем В небо Тыкнул Или Бог Ему сразу Открыл И вот Он знает А другой Заблуждается Есть вещи В жизни Конечно Важные В плане Того Что нельзя Заблуждаться В истине Что она Есть Любовь Свобода Вечная Жизнь И это Единственный Закон Благобытия По которому Мы должны Жить А любовь Это Поступай С другим Так Как ты Хочешь Что Поступай С тобой И никогда Никаких Духов И К миру Людей Ко всем Людям Это Очень важно Вот и все Это Самое Важное Это Единственное Что нас Делает Пребывающим В Боге И условиям Пребывания Бога В нас Это Единственное Что сделает Нас Блаженным Участием В первом Воскресении Тысячелетним Царства Христа И то Что нас Сделает Наследниками Вечными Небесного Царства Этого Гражданства После Тысячелетнего Царства Только Любовь Свободе И Принятие Вечной Жизни Только Это Без Любви Я Ничто Павел Дал Четкое Определение Сути Жизни Ибо Бог И есть Это Любовь Поэтому Только Пребывающий В любви Пребывает Боге Не Любящий Не Познал Бога Любящий Знает Бога Пребывает В Боге И Бог В Нем Это Очень Важно И Вот Сегодня На этом Примере Я Хочу Показать Во-первых Просто Поделиться И Дать Аргументы И Показать Всю Эту Разницу И Что Несмотря На То Что В Концовке Не Страшно Если Человек Будет И Выстрелять Книгу Откровения Как Я И Воспринимал Последовательно Но Конечно Истины Истины Не Бывает Две Поэтому Истина Все Так В Последовательном Чтении Нет Я Сразу Предупреждаю Я Заблуждался Но Я Вам Покажу Что Заблуждение Такого Характера Не Имеет Страшных Последствий А может Быть И Вообще Никаких Конечно Не Стоит Пребывать Заблуждение Если Есть Возможность Познания Истины Нельзя Упираться Рогом Таких Вещей Бояться Давайте Переходить К теме Я Вам Все Подробненько Покажу Еще Раз У меня Есть И Смотрите Я Сколько Время Я Практически Полтора Месяца Лепил 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 Параллельно Последовательное Прочтение Книги Все Сюда Уж Почти Перенес Уж Делал И У меня Пошли Многие Разные Несостыковки Все Такие Когда Мне Очень Открылся Бог Мне По Данилу Очень Много Открыл Естественно По своей Апокалиптической Речи В Откровении У меня Были Несостыковки Я Естественно Не мог Переступить Через себя Кто знает Как я Живу По этому Планю Пока Бог Мне Все Я В него Вцепляюсь И все Пока Я Молюсь Упрошаю Чтобы Все Мне Открыл Я Не буду Ни есть Ни спать Спокойно Пока Мне Не откроется Истина Я Не могу Переступить Через себя Кому Врать Во-первых Кто знает Я Живу Я не боюсь Никаких Вопросов Спокойно Потому что Если я Не могу Ответить На какой-то Вопрос Горе Мне Горе Мне Как Проповеднику Вот и Все И тем более Сейчас мне пишут В личку Где-то В чате У нас Есть Там Небольшой Чат Чат Обычно Всегда У меня Какой-то Есть Еще Я Никогда Не боялся Что Близкие Кто-то Мне Задают Скаж Что Я Не знаю Если Я Не задумывался Я Как-то Не Видел Или Я Грубо Говоря Что Что Меня Подковыривают А я Тут Или Кто-то Недостоин Буду Я Тебе Отвечать Нет Я Так Никогда Не Делаю Я Всегда Отвечаю Отвечаю На Любой Вопрос Абсолютно Я Могу По-разному Ответить Кого-то Может Не Устроить Мой Вопрос Он Может Быть Всегда Даже Вопрос На Вопрос Я Могу И Так Отвечать Там По Понятно Кто-то Ко-то 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 Как Иисус Говорил Что Под Меня Подкапывается Помните Приходили И Скушай Его Спрашивали Да Вот Такое Поэтому Это Все Бывает По Ситуации Но Если Действительно Я Чувствую С Понять Вникнуть Если Я Еще В Эт Не Вникал Или Не Вел С Такой С Страны Я Обязательно Во Все Это Въезжаю И Даю Ответ Человеку Казалось бы Какой бы Детский Там Нелепый Вопрос Не Был Если Я Чувствую Что Он Цепляет Меня Что Это Правильно Надо Найти На Обруку Прошлись Я С Не Всем Делился Своими Мыслями Она Мне Там Тоже Кучу Вопрос Задавала Многие Вещи Она Мне Тоже Подвела Помогла Подсказала Даже Ей Тоже Интересные Вещи Открывались И Мы Такой Классный Марафон Провели Я Очень Благодарен Мы Давно Уже Вместе Общаемся Удаленно По Интернету Она Знает Меня В самом Начале Когда Я Вышел Еще Когда Беседами Беседы Вел На Ютубе Беседовал Так Что Это Было Классно Вот Именно Мы С Ней Она Тоже Говорила Так А вот Тут Что-то Не Стыкуется А Вот Тут А Вот Тут И Мы Пока Вот Вместе С ней Не Достигли Так Скажем Что Да Слушай Вроде Вроде Все Получилось Идеально Да Вот Хотя Уже Голова Кипела Просто За Это Время Вот Но Трудящийся Я Тоже Говорил Бог Не Посрамит Никогда И Трудящийся Алчущий Жаждущий Правда Обязательно Насытится Будем Рывать И метать И Я Все Говорил Бог Нам Откроет Сегодня Завтра Послезавтра Через Месяц Но Не Проходило И Дня Бог Открывал Все Вопросы Какие У нас Давал Ответ На все Вопросы Какие У нас Возникали Открывал Все Неведанное Вот Так вот Я составил Уже Одну схему В оконцовке Все Переломал И Сделал Другую Схему Я Убедился Что Конечно Во-первых Смотрите Я даже Внизу На этой Карте Вот Сделал Такие Же Блоки Как Я вам Здесь Показал Но Это Принцип Параллельного И Последовательно И Вот Здесь Я Сразу Пометил Во-первых Конечно Кто Понимает То В Книге Откровения Есть Четыре Можно Скать Пять Конечно Пять Таких Семерок Первое Это Семь Светильников Второе Это Семь Печати Вот Здесь Светильники У меня Изображены Здесь Печати Блоки Я такие Показал Семь Труп За ними Идут То есть Третье Потом У нас Идет Семь Образов Я их Так Назвал Семь Образов Участников Апокалипсиса Я их Так Назвал Ну Кратко Семь Образов Здесь У меня Еще Старая Необновленная Это Я Поэтому Вот Так Вот Семь Людей Мира Но Тут Не Людей Я Участников Назвал Все Так Ангелы Не Люди Вот Потом У нас Идут Семь Чаш И Вот Я Показал Как Да Когда Мы Читаем Книгу Понятно Мы Читаем Все Последовательно Да Мы Читаем Естественно Все Последовательно Друг за Дружкой Мы Читаем Слева Направо Но Конечно Когда Мы Потом Пытаемся Понять Книгу Откровения Мы Обязаны Эти Образы Каждой Вот Эт Семь Печати Растянуть Во всю Длину Семилетки Все Семь Труп Растянуть Все Семь Образов Участников Апокалипсиса И Все Семь Чаш Так Скажем Да Вот То есть Вся Книга Откровения Она Семилетний Период Проходит И мы Так Скажем Друг на Друг Накладываем Но Опять Во-первых Я Сразу Уговорюсь Есть Условия Я Хоть И сказал Теперь Что Я Так Скажем Принял Потому Что Исследовал Все На Семь Семь Как Назвать Вот Эти Вот Семер Чки Читаются Так Скажем Последовательно Параллельно Теперь Я Понимаю Но При Этом Это Не Значит Что Они Прям Первая Светильник Это Первая Печать Это Первая Труба Это Первая Чаша Это Первый Образ Нет Это Не Так Это Тоже Важно Тоже Понимать Я Хоть Их Тут Как Б Растянул Показав Что На Весь Период Мы Растягиваем Это Я Тоже Образ Сделал На Сам Деле Вы Уже На Схеме Вы Увидите Что Они В Разное Время Начинаются И В Разное Время Могут Заканчиваться Это Тоже Все Очень Важно Что Это Не Значит Что Первая Печать Соответствует Первому Первому Первой Трубе Или Первой Чаше Это Очень Важно Но Они Могут Одни Пошире Как Гармошка Другая Вот Здесь Я Надеюсь Я Понятно Объясняю Да То Если Семь Печати Действительно От Начала До Конца То Семь Труб Они Уже Они Могут Поменьше Период Занимать Семь Чаш Могут Здесь Вообще В конце Занимать Да Они Быстренько Идут Друг за Другом Но Они Уже Идут Будет Произойдут То Это Тоже Очень Важно Мы Хоть И Накладываем Их Так Скажем Но Они Все Так И Сами Внутри Себе Они Первое Второе Их Образ Нет Это Абсолют Не Так Это Будет Огромная Ошибка У Вас Тогда Многие Вещи Вообще Стыковаться Не Будет Опять Куча Конфликтов Вот То То Это Тоже Очень Важно Понимать И Теперь Мы Перейдем Я Прям Две Этих Своих То Предыдущую Карту И Который Теперь Будет Я Специально Для Вас Так И Скажем Сложил В Две Друг Над Другом Хочу Показать Что На Сам Деле Несмотря На То Что Я До Этого Утверждал И Даже Первая Запись Чтения Книги Откровения Которую Я сделал Уже Несколько Лет Назад И Читал Там Как Б Последовательно Да И Сегодня Кстати Не Буду Вам Все Говорить Те Те Места Где У Меня Просто Я Буду Показывать Вот Эти Места Я Принимал За То Что Они Мешали Мне Сделать Последовательно Мешали Сделать Параллельно Указывали На Последовательное Чтение Я Буду Там Говорить Что Видите Тут Вот Так Именно Поэтому Я Так Видел Потому Что Тут То 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 Сегодня Я Этого Делать Не Буду Там Лучше Будет Мы Будем Последователь Читать И Все Это Я Буду Показывать Что Видите Вот На Этом Месте Я Притыкался А Оно Оказывается Там Неправильный Перевод Неправильное Отделение Главы Это Именно Это Меня Ввело В Заблуждение Это Я Буду Все Показывать При Последовательном Чтении Когда Уж Не Знаю Через Месяц Два Полгода Посмотрим Как Доберемся Как Все Эскизы По Картине Иванова Набросаем Когда Я Буду Готов Читать Книгу Откровения Чтобы Понимаете В книге Откровения Чтобы Там Образы Большие Не Выходите Из Рамка Чтения И Давать Просто Отсылки Посмотрите В Тот Видео Там Я Этот Момент Разобрал Я Именно Для Этого Это Сделаю А Там Мы Будем Тянуть Какие Одни Мысли Которые Важно Когда Ты Читаешь Последователь И Хорошо Видно Я Хочу Вам Показать Просто Смотрите Тут Очень Яркий Пример Такое Исследование Кто Может Сделать У меня Получается Именно Опыт Я Сначала Одно Исповедовал Теперь Другой И Смотрите Обратите Внимание Эти Две Карты Друг Над Другом И Вы Помните Что Даже Вверху Новое Параллельное Чтение А внизу Старое Последовательное Где Я Говорил Но Вы Посмотрите Я Вам Крупно Не Буду Делать Потому Что Тогда Просто Не Будет Видно Вот Этой Параллельности Пусть Это Мелко Вам Там Я Плюс Я Понимаю Когда Запись Еще Потом Загружаешь Все Это Ухудшается Качество Видео Но Я Думаю Что Он Все Рано Образно Все Это Будет Как Видно Даже На Смартфоне Я Надеюсь Вы Помните Что Вот Именно Когда Я И Вот Этот Ролик Я Записывал Апокалипсис События Семи Лет Я Там Вспомните Какие вещи Посмотрите Где У меня Находятся Печати Они Находятся В самом Начале Семилетки Именно Тогда Я Утверждал Что Несмотря На То Что У нас Они Вначале Начинают Открываться Я Печати Они Длиться Будут До Конца Семи Лет Я Даже Такие Там Блоки Рисовал Что Да Это Нам Только Открытие Где Будет Закрытие Никто Не Знает То Есть Я Мы Можем Вполне Предполагать Что Все Эти Там Пропаганда Войны Эпидемии Все Это Будет Длиться До Второго Пришествия То С Шестую По Девятнадцатую Главу Где Описано Второе Пришествие Иисуса Христа Где Все Суды Прошли Вот Он Грядет Начинается Брак Невесты Со Христом Брачный Пир Восхищение Все Там Воскресение Низвержение Царства Антихриста Все Там Описано Все Что С Шестую По Девятнадцатую Все Нам Описано И Заметьте Что Даже Когда Я Уже По Новой Схеме Изображаю Печати По Точно Так Жен Только Я Здесь Такими Вы Видите Даже Надеюсь Вам На Экране Хоть Что Там Видно Что Там Уже Они Конечно У меня Прям Яркими Блоками Они Прям Видно Что Они До Они Что 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 Последует Что Параллельно Все Рано Они Самые Первые Открываются И Плюс Я Говорю В тех Роликах Говорил Что Все Это Они Открылись Но Закончат Это Событие Только При Втором Пришествии То есть Никакого Отличия Берем Теперь Давайте Я Буду Сразу Немножко Все Таки Подчищать Берем Теперь Трубы Если Вы Видите На Экране Я Говорю Плюс Я Четко Делил 7 На 3 С Половины До Воцарения Антихриста И После И Как Видите У У Печати И Как Они По Книге Идут До 13 Главы За Ним Идут Трубы Они Идут Тоже Во Вторую Половину Трех С Половинной Летки То У Нас Было Три С Времени Да У Нас Ну Или Хотите Вот Так Вот Идет Да Что Это Все В Три С Планой Года Ну Грубо В Первый Если Три С Планой Еще Мы Делим Пополам То Это В Год И 75 Один Год Это Видите Какие Цифры О До Царения Антихриста До Трех С Половины Седмицы У 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 Показывать Ну Просто Я Сейчас Так Кратко Говорю Да И Опять же Они Не Заканчиваются И Опять же Где Они Заканчиваются Я Что В Принципе В Том Видео Говорил Что Да Те Самые Трубы Только Они Открываются То Трубы Начинают Дудеть Так Скажем Это Не Значит Что Мы Все Знаем Как Любое Действие Сколько Потом Во Приложение Мы Потом Сколько Еще Будет С Этим Связано Сколько Он Еще Болеть Будет И Так Далее Вот То Есть Открыть Это Не Значит Оконцовка Как Мы Видим Во-первых Опять Если Мы Смотрим Даже По Карте Это Видно Что Все Происходит Приблизительно В Где Я Стал При Параллельном Чтении Там Просто Некоторые Вещи Открылись Что Ими Просто Заканчивается Все Я Нарисовал В конце Так Я Здесь И Несмотря Просто Картиночку Подобрал Что Она Параллельная Чаши Изливаются Они Так И будут Изливаться Последовательно Я Хотел Вот Так Разместить Но Просто Иллюстрации Достойно Не Нашел И У меня Еще Не Было Готово Я Буквально В это Время Просто Я Все Чаши Поддельности Иллюстрации Там Сделал Красивые Чтобы В Откровение Добавить И сюда Уже Добавил Поэтому Тогда Я Просто Все Это Заменил Одной Общей Картинкой А Когда Уже Под Каждую Чашу Сделал Иллюстрацию Здесь Их Выставил Вот Уже Столбиком Да Поэтому По сути И я Там Говорил Что В принципе При Последовательном При параллельном Чтении В следующем Ролике Мы Конечно Там Разберемся Что Оказывается Чашистые Трубы По сути Это Вообще Одни И те Сам События Просто Их Описано Начало Их Конец Вот И все Поэтому В принципе Я Уже Вам Все Заканчиваю Свою мысль Что Несмотря На то Что Якобы Я В прошлый раз Читал Параллельно И Все Это Время Размышлял А теперь Последовательно А теперь Параллельно По сути Это Сильно Не Меняется Ничего Конечная Мысль Какой Я хочу Довести Очень Важно Чтобы Вам Больше Этим Всем Голову Так Сильно Не Забивать Я Хочу Сказать Что Если Вот Книгу Откровения Любой Абсолютный Человек Будет Просто Читать Если Он Вот Все Что На этой Карте Просто Уразумеет Там Печати Трубы Там Просто Будет Читать Семь Образов Эти Будет Видеть Там Блудница Дракона Зверя Который Царство Зверя Который Лжапророк Просто Будет Все Знать Что Будет Гонение Там 1260 Дней Знать Что Дьявол Будет Гнать 1260 Дней А Святые Будут Эти 1260 Дней В это Время Проповедовать Жезлом Пасти Все Народы Жезлом Будет Нести Вечное Евангелие Подкрепляя Его Знамения Чудесами Что Дева Будет Скрываться В пустыне Там 1260 Дней Если Он Просто Это Все Будет Знать Понимать Что Книга Откровения Причем Это Не Вся Книга Книга Откровения Не Семь Лет Книга Откровения Больше Она Больше Тысячи Лет Там Описано Тысячелетнее Царство Но С То есть Он Просто Все События Будет Знать И Где-то Там Пусть Он Знает Эти Блоки Но Не Понимает Как Они Там Пусть Он Сменяет Даже Местами Вы Знаете Наша Жизнь Настолько Скоротечна Сейчас Что Оттого Что Там Что Поменяется Если Ты Понимаешь Что Там Рыжий Конь Меч Который Дан В руки Чтобы Всех На земле Поссорить И Чтобы Все Убивали Друг Друг Если Ты Понимаешь Что Речь Идет О Третьей Мировой Войне Глобальной Катастрофе Последнего Времени То Когда Она Начнется Ты Все Поймешь Ты Абсолютно Все Поймешь Когда Начнется Супер Кризис Голод Все Что Там Написано Ты Это И так Все Поймешь Книга Откровения В любом Случше Начинается Глобальным Конфликтом Людей Третьей Мировой Войны Как Удно Назовите Если Ты Эти Вещи Понимаешь То На самом деле Когда Там Все Это Внутри Причем Ничего Под Нового Под Небом Ничего Нет Я Всегда Говорил Что В книге Откровения В принципе Понимаешь Ты Все Эти Образы Или Нет Это Не Суть Важно Потому Что Прямым Языком Все Что Происходило От Первых Песня Адама Ева Все Что Было Со Христом Все Что Происходило После Христа Все Что Происходит С Нами С Вами С Вами Происходит И Будет Происходить С Людьми Последнее Время Которыми Мы Являемся Ничего Нового Под Небом Не Происходит Вот Там Новое Я Всегда Говорю Словами Клезиаста Да Ничего Нового Нет Все Что Сегодня Было Масштабов Что Войн На земле Не Было Всю Жизнь Были Голода Не Было Всю Жизнь Было Где То Местами Что Не Гнали Когда То Святых Еще От Крови Авеля Иисус Сказал Придет На Всех Грешников До Крови Последнего Убитого Святого На земле Что Что Нового Написано Да На Что Мы Не Загрязняем Моря Реки Да У нас Атомные Бомбы Даже Не Сбрасывали Уже Сбрасывали Даже Третья Мировая В этом Плане Что В ней Будет Применяться То Чего Еще Не Было Все Тоже Самое Вопрос Масштабов В книге Откровения Описаны Нереальные Масштабы Ну Соответственно Живем В глобальном Мире И Последний Конфликт Будет Нереальный А Соответственно Все Так Распространяется Это Очень Важно Это Просто Можно Взять Все События Второй Мировой Который С Человейством Происходили Потому что Была Мировая Война Затронуты Были Почти Все Государства Хотя Опять Ж Не Все И В Третью Мировой Будет Не Все Участвовать Государств На Сам Дель Как Б Она Опять Мировой Называлась В Центре Европы Кто Знает Швейцария Спокойно Жила Мирной Жизнью Никто Ее Не Трогал Она Никого Не Трогал Такой Оазис Был Среди Ада Ничего Жила Как Несмотря На то Что Казалось Африка Вся Полыхала Но Далеко Не Все Были Страны Которых Никак Не Колыхнуло Ни Внешняя Агрессия Сильных Мир Сего Братьев Ни Какие Внутренние Междуусобные Мелкие Конфликты Все Больше Будет Да В книге Откровения Написано Что Не Просто Будет Землетрясение В Оконцовке А Будет Землетрясение Какого Не Было На Земле От Начала Жизни Людей Да Но Правда Это Будет Когда Христос Будет Ити Да Тебе Уже Уже Вся Книга Откровения Будет Прожита Если Ты Прожил Грешную Жизнь Тебе Уже Знания О Землетрясении И Когда Ты Будешь Созерцать Какого Не Было От Сотворения Человек Тебе Уже Ничего Не Да Твоя Участь Уже Предречена Да Ты Либо Свято Жил И Сейчас Будешь Со Христом Либо Ты Жил Грешником И Отправишься Туда Куда Не Нужно Конечно Отправляться Ни Одному Человеку Вот И Все Так Что Вот Так Я Общую Мысль Хотел По Откровению Потому Что Я Вопрошал Богу А Что Они Ну Хорошо Я Могу Себе В жизни Это Позволь Я Избрал Этот Путь Да Я Счастлив И Всем Свидетельствую Какое Счастье Ити За Христом Да Это Все Знания Иметь Да Конечно Ты Живешь Абсолютно Все Понимая Все Зная Все Созерцая У тебя Нет Вопросов Жизнь Она Нужна Самому Человеку Ибо Она Делает Тебя Абсолютно Счастливым Ты Обретаешь Полноту Блага Бытия Несмотря Даже На все Внешние Какие-то Скорбы Все Что Говорил Иисус Что Даже Когда Тебе Будет Гнат Ты Будешь Блажен Слово Счастье Блаженство Пусть Там Греческое Не Переведенное На русский Слово Абсолютно Правда Что Психию Психика Понятно Тебя Унижают Обижают Оскорбляют Страдания Какие-то Неприятности Это Все Временно Все Закончится По духу Ты Абсолютно Счастлив Его Уже Невозможно Ничем Сломить Ты Знаешь Что Ты Вечен Что Ты Свободен Даже Перед Лицом Смерти Избирать Между Добром И Злом И Ты Избираешь Добро От Этого Ты Всегда Счастлив Кто Б Тебя Не Обижал Ты Счастлив Потому Что Ты Знаешь Что Тебя Ждет И Ты Знаешь Что Ты Сейчас Даже Терпя От Кого Зло Проявляя К нему Любовь Ты Сам Возрастаешь В этой Любви И Этого Человека Можешь Привести К Истине Это От Этого Счасть Любовь Делает Тебя Счастливым Вот И Все Любовь Который С тебя Исходит Ну И Который К тебе Возвращается От Кого То Естественно Благодать На Благодать Делает Тебя В Полноте В При Изобилующей Полноте Счастливым Вот Так Вот Поэтому Книга Откровения Конечно Ж Важно Понимать И Я Угру Вам После Такого Своего Глобального Исследования Погружения В Котором Уже С В Сколько Делился Подписывайтесь На Телеграм Канал Где Я Раньше Открытого Доступа На Ютубе Предоставляю Доступ К Записанным Видео Загруженным На Ютуб Но Действительно В книге В частности Вот По Книге Откровения Это Это Конечно Важно 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 Знать Истинно Не пребывать В заблуждении Потому что Ты будешь Все равно Если Будешь Дальше Погружаться Ты будешь Нахать Несостыковки Тебя не будет Опять Мира В душе Если Честно Я Чуть Даже У меня Такое Не раз Было Что Я Сам Чуть Не Развернулся Около Алмазов Знаете Есть Такая Картинка Там Есть Притчи И Слова Какие Что Человек Горячий Начинает Иногда Может Развернуться Хотя Ему Там Маленькая Стеночка Осталась И он Чуть Чуть Не Добрался До Сокровища Эти Два Все У меня Уже Такой Клин В таком Напряжении Я все Это Пытаюсь Тут Начинается Мой мир Рушиться Там Что-то Все Не Так И Ничего Не Получается У меня Есть Места Которые Вообще Не Могу В Данила Состыковать Ни Со словами Иисуса Ни Откровения Одно Другом Чуть Не Противоречит Все У меня Уже Вот Так Вот Это Тяжело Все Фотошопе Переделывать Когда Я Там Из Параллельного Из Последовательства В параллельный Переделать Это Огромный Все Труд Опять Это Огроменный Файл Просто Там Нереальных Масштабов Да Которые Ты Делаешь И Переделать Всегда Еще Хуже Чем Делать Заново Вот Я Все Отпустил Я Помню Я Уже Сердце Это Переделывал Где Вот Все Это Последовательно Передвигал Думаю Все Отстану Хотя бы Подделаю Снова Там Где Уже Царство Где Приход Пришествие Христа Где Великий Страшный Суд С великим Разделением Думаю Пока Это Чуть Подвосстановлю Вот Это А потом Бац 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 У меня В концовке Все Доделалось И Я Немножко Отпустил Эту Ситуацию И Все Мне Господь Доделал Я Докопался Все До Этого Когда Все Свершилось Мы Сестриц Прям Смотрим И Вообще Вот У нее Тоже Таких Всех Да Какие Ты Конечно У меня Еще Сейчас У меня Еще Не то Что Прям Все Нет У меня Никаких Вопросов Не Осталось Есть Еще Некоторые Какие Тоже Такие Более Мелкие Вещи Но Вот То Что Вы Уже Видите Вот Это Вот Все Сейчас На Данный Момент Это Конечно Конечный Результат Книги Откровения По ней Я все время Буду обращаться Теперь к этой карте Будем показывать Будем Брать И там Какие-то Кусочки Разбирать Сегодня Будем Вот Это Сегодня Вот Этот Момент Будем Рассматривать Вы Будете Все Понимать Особенно Следующий Ролик Много Вам Откроет Эта Карта Я думаю Что Многим Она Будет Полезна Назидательна И Много Вы Увидите Поймете Она Конечно Вот Это Последовательное Чтение Многие Вещи Наложило Друг На Друг Она Стала Настолько Компактной Настолько Понятной Вы Просто Будете Удивлены Мы По всему Этому Пройдемся Мы Отправимся В такое Путешествие А потом Будем Все Вещи Маленькие Довырисовывать 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 Главное Понимать Общую Конструкцию Книги Откровений Из чего С первой по пятую Главу Я так и назвал Вечной Истины Тут не последует Непараллельного Тут надо понимать И те же самые Семь светильников Как я говорил Уже отдельный ролик Записывал Смотря на то Что мы можем Как бы наложить Но суть там одна Там Как я и сказал Как Иисус Разные притчи От Царства Небесного Накладывал Он просто говорит Об одном и том же Разными образами Они все говорят об одном Будь верен До смерти Смерти мученической Вот и все В этом Есть любовь К грешному миру Они все об одном Говорят Несмотря на то Что там можно Узреть Последовательство Но при этом Действительно Их можно И параллельно читать И местами менять И по сути Они все об одном И том же Ну ладно Сегодня уже не об этом Мы все будем С вами подробненько Подробненько Рассматривать И вы все это Увидите Узрите И все будет вам Легко и понятно Вот так вот Вот такое вот Видео Про параллельные Последовательные Чтения Надеюсь Оно вам было полезно Я естественно Приглашаю вас Всегда на свой Авторский Христианский Веганский Мой сайт Христолюб.ру По-английски Христолюб.рф Можно просто на русский Набрать Есть меню Конечно же Мобильное меню Есть меню Если вот так вот Есть меню Для компьютеров Здесь очень просто Все книги Библии Вы найдете В частности Вот книга Откровения И здесь все у меня С разными шрифтами С разными цветами С иллюстрациями С разделениями Очень хорошими Все будет понятно Где начало Где конец Каждого эпизода Вам будет очень удобно Читать Где-то жирный шрифт Подчеркнутый Пусть это для меня Как записная книжка Я делаю Это синодальный перевод Я могу редко Заменить какое-то слово Из других переводов Ну Который уже реально устарел Его просто проще поменять Чем человек будет Куда-то там бежать Искать Что такое Положить в огроб Да Кого-то Если это могильные пещеры Называются Да Сейчас Потому что У нас в огробах Не живут никто Да Что значит бесноватые Как в Евангелии Живут в огробах В могильных пещерах Да Это хоть что-то о чем-то Какие-то редкие слова Это могу заменить А так Тут она просто пугается Что я тут у себя Добавил Кто знает Я спокойно к Библии отношусь Нет Тут обычный синодальный перевод Я говорю Редко я что-то могу Там Какое-то слово заменить Что просто уже Которое уже современное Которое понятно Я там могу Динарии заменить На копейки Да Там Потому что уже Просто Просто не актуально Да В нашем мире Надо понимать Чтобы читать было Понимать сколько это Вот Но Динарии не копейки Не суть важная Я так просто Для примера говорю Вот А так Все естественно Как видите Все проиллюстрировал Насколько я могу Как и сам собираю Как и в фотошопе Там все подделаю Картинки иллюстрации Стараюсь делать Говорящими Чтобы они у вас Визуальные впечатления Делали Да Это очень важно Много иллюстраций В интернете Это скажем ошибочных Тоже вот Изображает то Чего нету в тексте Или наоборот Слишком умаляют То что есть в тексте Или добавляют то что нет Я стараюсь найти Картинки максимально Соответствующие Тексту Вот Чтобы запечатлевал Потому что я таких ошибок Тоже много находил Я замечал На себе Видел Как именно Из-за некоторых картинок У меня был Один образ в голове А в тексте От этого нету Живой пример Могу показать Вот На этом ангеле У которого У которого Радуга на голове Вот его изображает Я все две рисунки Его нашел Этого ангела Один хороший Мне очень нравился Но он там с трубой Трубящей Зачем ему труба Он нигде в тексте Не написано Что он будет трубить Что он вообще там Что-то трубит Другой вот похуже Он мне поменьше нравится Но тут он Без всякой Хотя бы трубы Да Он более соответствует Потому что А с трубой-то он зачем Потому что Сколько там При последней трубе Вопросов А где труба У человека Может потом В голове засесть Что этот ангел Одетый в облако У которого Радуга вокруг головы Что он якобы с трубой У него нет никакой трубы Он не трубит А там прям Есть хорошая картинка Такая Кто-то хорошо нарисовал Художник какой-то Но он его рисует Трубящим А он нигде По тексту не сказано Или будет трубить Или что даже у него Хотя бы в руках трубе В руке труба Не говоря о том Что он уже трубит Там Этого близко нету И когда ты это понимаешь Насколько это тоже Важные мелочи Блудницу рисуют На драконе В виде дракона На звере В виде дракона А ведь драконом Изображен в откровении Именно Именно дьявол А блудница Сидит не на драконе А на звере Который Вид имеет Леопарда Там Лапы Как у медведя Семь голов Десять рогов Но это леопард Да Одна голова С Льви Львиными Пастями Но Если вы Блудница На звере Ведете В интернете Вы знаете Сколько мест Выйдет вам Где Она на драконе А она не на драконе Дракон Это дьявол Это очень важно Он тоже С семью головами Тоже с десятью рогами Но это дракон А зверь На котором сидит Блудница И вы Когда будете Смотреть Мои видео Об этой Блуднице Кто это вообще Такой А зверя Кто это такой Вы поймете Насколько это важно Понимать Насколько важно Ни в коем случае Себе в голову Не вбить Что она сидит На драконе Она не на драконе Зверя Два Дракон Есть дракон И ему Будет И важно Что поклоняться Будет И дракону И Зверю И что Лжепророк Который Зверь С рогами Агничами Такой Ягненок Да Именно он Будет Показывать Что он Будет Призывать И дракону Поклониться И Зверю В виде Вот этого Вот такого Леопарда Снежного Барса Я вот вам тоже Видите Сижу Заговариваюсь Ну все-таки Там барс Тоже По сути мелочь Может быть Ну зачем лишние Действительно Вот эти вещи Искажать Надо как написано В этом плане Да Все-таки Стараться Приближаться К истине К тексту Это здесь Очень важно Потому что Из-за таких Вот Легких Ошибок И потом Барой Может и в крупные Вылиться Вот так вот То есть Это все очень важно Я вам Действительно Хоть раз в жизни По крайней мере Попробуйте Почитать на моем Сайте Вообще Библию Вы найдете Все книги Евангелия Тоже очень Там Потому что В черно-белом тексте Не видно даже Как и рвут Речь Христа Главой И кто-то читает Там по главам И даже не заканчивает Там исследование Одной речи Христа Это очень важно В таком вот Формате Я не знаю Есть ли где На ютубе Особенно в русскоязычном мире Подобные Подобные вещи Вот Вы найдете Все книги Евангелия И Деяния апостолов Книгу Вот Ну в посланиях Там понятно Обычно текст Просто Ну там тоже У меня есть Некоторое разделение Вот Ветхого завета Все книги Особенно там Которые вот эти Исторические Что я мог При чтении То же дело Ну там я может Не так глубоко В это погружался Посвящал себе Этому труду Вот К новому завету Я конечно Более Кропотливо В этом плане Относился И почему Я до сих пор Просто шлифую То Но Ветхий завет Конечно Там чуть попроще Но тоже Все это есть И многие вещи Вам будут открыты И понятны Вот так вот Ну вот такое вот видео Надеюсь Оно было вам интересно Понятно Такой путь я прошел Вот Считаю нужным Тоже поделиться И понять Я не скрывать Это я не буду удалять Не тот ролик Никакой Пусть они все будут Я единственное Его удалю Из плейлиста Чтобы он Да может И в плейлисте Оставлю Да наверное Оставлю На странице сайта Где у меня Страница сайта Это страничка Эта страничка Вот апокалипсис Сама вот эта вот карта Страница же соответственно Есть на сайте Апокалипсис Схема карта Я его просто Вот этот ролик был здесь Конечно же Я сюда поставлю Другое видео Которое завтра Запишу Уже вот С параллельным С параллельным чтением Вот Потому что Зачем тут все-таки Человек будет попадать Там уж если в плейлист Погрузится То найдет И найдет вот это видео Вот Ну а кто-то может Кто-то может И никогда и не видел Как последовательно Видел как параллельно Хотя я думаю Это важно знать Вот Потому что я Всем известно Что действительно Есть два Так скажем Два вида Два мнения Все по-разному читают Вот И я был сторонником одного Теперь как видите Стал сторонником другого Вот Все вы на этой страничке Найдете Это Карта-схема Событий Апокалипсиса Там будет Это видео И сама Эта схема И ее можно будет В хорошем качестве Скачивать И изучать Если кому-то надо Абсолютно все В свободном доступе Бесплатно На моих ресурсах Все Вот такое вот видео Надеюсь Оно вам было полезно Интересно Посмотреть Какой опыт я пережил Какой путь прошел Вот этот исследование И спокойно Если я в чем-то заблуждаюсь Не так раньше видел Спокойно меняю сомнения Я говорю У меня по Евангелию Практически такого Никогда нет Кто-то там обвиняет В какой гордости Порой что-то Никого не слушаешь Да нет Просто когда мне Объективно показывают Какие-то вещи Мои Да Я принимаю Вот Но так как я Евангелие Очень много лет изучал Новый Завет Библию Все целиком Я говорю Кроме книги Откровения Да То Там конечно У меня таких Практически вещей нет У меня конечно Много что открывалось С годами Все равно Еще что дополнительно Вот Есть вещи Которые я пересматривал Действительно есть И в Евангелии В Новом Завете Которые я тоже Не так читал Вы знаете Я когда-то прочитав Я же В совершенстве Старался исполнять Заповеди Христа До сих пор стараюсь И исполнять Сколько могу Прилагаю к этому Все усилия Но я помню Жил знаете По принципу Как Иисус сказал Кто у тебя просит Не отказывайся И кто с тобой Там говорят Идти одно поприще Иди с ним два И я старался Вот меня просят что-то Я обязательно старался Сделать И сделать в два раза больше Вы знаете С опытом жизни Я потом вижу Что это не получается Так жить Думаю Потому что я знаю Что жить свято Не то что возможно Я свидетельствую Что ты должен жить свято Но что-то не получается Что-то коробит внутри А потом я Когда конечно Только с годами Увидел Что я читал неправильно Все эти Так скажем Заповеди Даны В условии Оказывается Это не то что у тебя Там просит кто-то А там Просто в этом плане Как Синодальный перевод Не то что он весь ужасен Но в нем есть места Переводы очень плохие И вот это одно из тех мест Там у требующего тебя Оказывается Не просящему дай В том месте конкретно А требующему тебя Верхнюю рубашку Отдай нижнюю Речь оказывается там идет Причем там есть контекст Контекст гонения Когда с тебя будут сдирать Верхнюю рубашку Не противься А еще и отдай Нижнюю Когда будут тоже сдирать ее Да Как он Петру сказал Ты ходил Сам куда хотел Настанет время Когда на тебя Оковые наложат И пойдешь туда Куда не хотел И с тем С кого не хотел И не желал И когда с тобой Когда тебя принудят Там оказывается Правильно читается Перевод надо Да Когда тебя будут Понуждать Принуждать То есть там идет Речь о гонении Как Иисус Когда себя уже предал В руки грешников Не противился Вот И когда тебя Как говорится Схватит Да Будет принуждать Иди Иди Не отвечай злом На это зло Вот там о чем речь А я читал Думал Ой Надо каждому Да еще в два раза Больше дать Несмотря на то Что тебя просит Ты можешь даже выполнить Это не сможешь Нет Там речь идет О гонениях Когда тебя уже Там речь вообще идет О любви к врагам Это очень важно Это не ко всем Применяется Вот И таких конечно вещей Я до многих вещей Дорастал Вот И если бы Знаете Я на момент Своего покаяния Сразу Свой путь бы записывал Тогда уже был Ютуб бы развит Там смартфон Все со мной Это случилось В каком году Получается Сегодня Какой у нас 23 Практически В 10-м году В 9-м 10-м году Я Бог мне открылся Да Ну тогда это было Рубеж 9-10-го года Как раз Вот Конечно же Если бы я как неофит Читал Евангелие Да понятно Посмотреть какие-нибудь Были бы тогда записи Там Того неофиста 10-го года Да конечно было бы видно Как я был младенцем Во Христе И стал И как стал мужем совершенным То есть это путь Конечно же Здесь стесняться Скрываться Нечего То есть Поэтому с книгой Откровения Конечно Я на ваших глазах Просто так скажем Расту Познавал ее Познаю Тем более Столько лет Я ей не посвящал Время Даже тогда Когда один раз Я опять вот это Записал 3 года назад И я ее отложил Потому что внешне Ничего еще 4 года назад Не предвещало 3-4 года назад Я когда ее записывал Не предвещал того Что с нами сейчас происходит В ту тьму В которую мы погружаемся Вот так вот Я ее отложил на полочку И опять ничего там Не изучал Не погружался С того времени На моем канале Практически не выходило Роликов посвященных Там чему-то Апокалипсис Откровения Книги Откровения Последним временам И только благодаря В кавычках Этой расистской агрессии Против украинского народа И всех событий Такого масштаба Да Я снова стал погружаться И как я вам уже рассказывал По принципу Курица и яйцо Непонятно что Но погрузившись Я утвердился в том Что мы не просто там Нам так хочется Что мы Христиане В последнем времени Вот живем Во времена Апокалипсис Нет А все стало свидетельствовать Об этом Когда мне Бог Стал открывать Вот эти вот вещи Что мы живем В третьем тысячелетии Что он придет В начале Третьего тысячелетия После двух дней То есть после двух тысяч лет Христианства Или в седьмой день Если хотите От В начале седьмого дня От сотворения Первого человека Да После После шести тысяч лет После шести дней Вот Когда мне стал это Конечно Мне это все стало утверждать И сейчас Как видите В этом я стою Теперь И не двигаюсь Пока никуда Ну вот так вот На этом у меня сегодня все Лепите обязательно лайки Кому нравятся мои видео Пишите свои комментарии Задавайте вопросы Я все читаю На что могу Имею повеление Желание Духа Знания Я отвечаю Обязательно Могу Даже кто знает Видеоформат Если вопрос Того стоит Подписывайтесь на канал Кто не подписан Жмите на колокольчик Чтобы получать уведомления Новых видео И обязательно Поделитесь этим видео У себя В ресурсах В соцсетях Где вы там есть В личных сообщениях С вашими С вашим окружением Кому вы желаете Благо На этом все Я с вами прощаюсь И до встречи В следующем видео Вот этом вот Карта схема Апокалипсиса Где мы все с вами С высоты Орлиного полета Все посмотрим Все изучим Увидим И Получим Огромное удовольствие И Счастье И знания От которых у нас будет Мир И радость Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...